Мы с тобой как-то говорили об эго, и я тебе говорила, что я не понимаю, что такое эго вообще, ну, просто если это написанные какие-то слова, буквы, там, мастеров, ну, вообще людей, и ты мне сказал такую штуку, что эго появляется в тот момент, когда возникает второй человек, то есть, если я один на один с собой, то даже если идёт внутренний диалог в голове, то это не эго, а когда возникает второй человек, и когда я говорю, что должен, ну, кто-то что-то должен или меня что-то не устраивает, я хочу кому-то что-то доказать, то тогда это эго, да? Это вопрос? Да, это вопрос. Это вопрос, что действительно, ну, действительно, то есть, правильно ли я услышала, поняла, возможно, на этот момент, только сейчас это выглядит как-то по-другому, что я поняла, что эго возникает тогда, когда возникает второй человек, в котором меня что-то не устраивает, ну, или ситуация, естественно, что люди, то есть, и тогда возникает эго. Ну, эго возникает, когда идёт конфликт с собой ещё тоже. То есть, внутренний диалог, это тоже может быть эго? Ну, диалог может быть, но без конфликта. А иногда диалог внутри тебя, он с конфликтом. То есть, надо мне это делать, не надо. Сейчас Наташа зашла как раз, и пример с неё возникла. Она проснулась утром, и её внутренний диалог. «Ты чего так долго спала? Ты видела, сколько времени? Ты опоздаешь. Надо вставать, быстро идти, одевайся. Что ты спишь так долго?» А кто проспал? Куда проспал? Зачем проспал? Нужно ли куда-то идти? Ей никуда не нужно было идти. А ей это говорила уже в голове, она только глаза открыла. «Ты чего лежишь? Ты видела, сколько времени? Ты чего спала? Ты опоздаешь. Куда опоздаешь? Уже надо бежать. Куда бежать?» Вот это Эго. Он не успел открыть глаза, и уже создает проблему. Но если он не открыл глаза, и уже создается проблема, каким же образом, чтобы этого не возникало прям с утра, вот так, ну это же чистый лист бумаги, и тут уже… Чистый лист бумаги, это когда ты родилась, а когда ты проснулась, там не чистый лист бумаги же. Разве ты бываешь чистым листом бумаги, когда просыпаешься? Ну, какую-то долю, секунды, да. А как ты отслеживаешь это, и как ты узнала, что ты чистая? Как будто бы… Ты это сама лично узнала? Просто тишина, просто блаженство, просто ничего не беспокоит, не тревожит, то есть все тихо, спокойно, а потом как будто бы вот так, шур, ну иногда этот шур меньше накатывает, иногда больше, а иногда вот как будто бы все собаки сразу со всех сторон. Вот так, как у нее, да? Она не успела глаза открыть, а тут… Ты что так проснулась поздно, 10 часов вообще? Это сумасшедствие, 10 часов, какая разница? Кто? Ну вообще, кто говорит внутри тебя? В общем, ты поздно проснулся, а тебя никуда не надо найти. Кто там беспокоится? Ну вот, распозналась, что это эго, лежу дальше. Раз, снова какая-то там, да, штука. Снова распозналась, что это… Ну, это не обязательно распознавать, как эго. А что? Ну, это не обязательно этому давать имя. Я же вам уже сказал, да? Чай – это принято, да, говорить. Да. Это листы с водой. Ну, не чай же это, правильно? Точно так же и эго. Ты даешь этому имя, хочешь сказать, обозначить его хочешь. Тебе будет легче, если ты будешь его обозначать, это эго. Нет, как раз для меня, я вообще не обозначала его как эго. И когда все вокруг говорили, когда у меня начался поиск, поиск себя, той истины, растождествления там и так далее, то тогда возникло эго. До этого я вообще не акцентировала внимания на эго. То есть просто был эгоизм там, ну, еще что-то. А именно эго возникло, но я его никогда не могла найти. И я тебе задавала вопрос, ну, что такое эго, что такое… И ты мне на каких-то конкретных примерах показывал, каким образом проявляется эго у меня. Поэтому я его вообще не обозначаю. Ну, и ты сказал, что ты не сможешь с ним, не сможешь его… Ну, как бы, ну, нет уж эго. Мы говорили, ну, ничего нету, типа, эго нету. Но если есть какой-то бескомфорт, если есть надо, должны, если есть какое-то несогласие, то это типа эго. То надо признать, что да, это эго. И тогда, исходя из того, что я признала, я могу освободиться от этого. Если я не признаю, то это как бы уловки ума того же эго. И я освободиться не могу, я еще больше погружаюсь в него. То есть такое получается. Ну, ты еще тут сказала, что есть такое, как эгоизм, да? Что такое эгоизм? Себе. Когда… Ну, когда должно быть так, как оно должно быть. Но это эгоизм, это привычно для меня. Нет, ты не путай вот, потому что эгоизм и эго – это где вообще разница. Эгоизм – это истинное «я», да, которым ты являешься. Это обозначили люди, что это эгоизм. Это как чай, им дали название «чай». То, что является тобою, все тебе говорят, что это эгоизм. Значит, получается, что об эго я узнала только когда, когда мы начнемся поиск просветления. До этого я не знала, что такое эго вообще. И поэтому я не понимала, вот до того момента, пока ты не сказал, что эго появляется в тот момент, когда появляется второй человек и появляется твое несогласие. Ну, или там, что этот человек что-то должен там делать для меня или там для себя. Ну, что должен поступать, так как я хочу. То это эго. Ну, когда я это отвечал, о чем вот это говорили? Ну, вот так вот, я и сейчас у тебя, ну, вот сейчас у тебя спрашиваю, ну, что эго, как эго проявляется. Ну, вот, как, ну, сам на сам. Ты мне сказал, вот, привел пример, как там кто-то просыпается и уже начинается, что... Или все-таки, когда появляется второй человек, начинает проявляться эго? Ну, эго же может проявиться в разных случаях. Я тебе показал просто пример, что необязательно должен быть человек. То есть я могу сама сидеть в пещере и у меня будет проявляться эго? Конечно. А каким образом, если я в пещере? Что я недостаточно хорошо сижу в пещере или очень долго сижу в пещере, и когда это закончится, или, да, вот это эго? Ну, да, ну, тебя же будет беспокоить, почему ты так долго сидишь, как будто... Ну, ты сидишь, вроде же все же, все, да? А где же это просветление? Блин, когда это уже закончится? Когда я выйду из пещеры? А может мне уже можно выходить из пещеры? Нет, наверное, нельзя, потому что я еще не просветленный. Нет, все-таки, наверное, можно. Тойду, блин, я видел, я смотрю, что люди скажут, просветленный я или нет? Это эго. Ему нужно подтверждение, ему нужно какие-то действия, он не может сидеть. Я увидела, что благодаря твоим указаниям я, ну, действительно, ну, то есть это такие прямые точечные указания на то эго, которое проявляется у меня, и каким образом я его вижу, и что, ну, признаю, что да, действительно это так, и каким-то волшебным образом, не знаю, каким, эти ситуации меня больше не, ну, вообще не трогают. Скажи, пожалуйста, а без твоих указаний у меня может получаться так, что я вижу какая-то там болевая ситуация, ну, что, ну, вот проявление какого-то эго, и что, каким образом, если в таких ситуациях без тебя, да, без твоей помощи, без помощи со стороны. Ну, если у тебя был пример от меня, да, я указал тебе на эго, то ты можешь запомнить, как я указывал, что я брал за пример, как я проявлял эго твоё. Я учусь с тобой общаться, да, я учусь находить эго вместе с тобой, потому что я же не знаю, какой ты вопрос задаешь. Мне же надо выучить это в моменте, научиться этому, что ты будешь спрашивать. Только в моменте я могу учиться. Кто все люди в этом мире, вообще кто? Обычные же люди. Если взять начальное их жизненное действие, и тот, и тот, и тот, и тот в садики ходили, да, все вместе. Потом начали подниматься по разным уровням. Кто-то чего-то добился, а кто-то чего-то вообще не добился. И тот, кто чего-то добился, он стал кем? Королем. И этот, кто ничего не добился, а ходил вместе с этим в садик или в школу, он борется к нему подойти, потому что он уже король. А когда он еще не был королем, они дружили вместе, курили где-то там, что-то делали, да, бухали. Я не знаю, кто чем занимался. А потом, как их разделила вот эта внешность жизненной. И так же тебя поделила на ту, которая ты есть сейчас. Ты это приняло, быть такой. Ты не хочешь отпускать. Тот принял, который внизу остался, он принял такого, какой он есть. Но больше он не может. Но ты, если добилась чего-то большего, то ты не будешь с ним считаться. Что это приняло? Эго. Поэтому своё эго распознать очень сложно самому. Но в некоторых случаях это невозможно, можно сказать. Потому что ты будешь в своей жизненной ситуации какой-то, да, всегда переводить внимание на кого-то, но не на себя. А здесь надо переводить внимание всегда на себя. Всегда быть вниманием на себе. Всегда. Что бы ни происходило, ты всегда внимания на себе. Что-то тебя беспокоит во внешнем. Внешнее же тебя не может побеспокоить. Никак. Только внутреннее же. Ты же чувствуешь здесь. Беспокойство. Или там. Там ты не можешь почувствовать, да? Можешь ли ты почувствовать вкус конфеты без её пробования? Не можешь. Тогда мы о выкар чаще всего говорим. Вот эта конфета хорошая, да? Потому что мы её пробовали. А если мы не пробовали, что мы можем о конфете сказать? Можем ли мы что-то о конфете сказать, когда мы её не пробовали? Но чаще всего мы говорим. Ещё не попробовали, а уже говорили. И когда распознавать эго, это тебе надо постоянно, если ты делаешь какую-то оценку кого-то, ну, человека какого-то или чего-то, да? Представь себе, что тебе надо прожить, ну, хоть минимум минуту внутри этого тела. Внутри этого там, внутри этой конфеты, чтобы ты почувствовал вкус конфеты. Но если ты встанешь в конфеты, ты не почувствуешь вкус. Потому что у конфеты нет эго. А эго – это то, что распознаёт вкус. Ну, мне нравится то, что вкусно, мне не нравится то, что невкусно. Что делать – это эго, и что? Как далась ситуация? Ну, а чем ты решила, что тебе нравится, что тебе не нравится? Как ты узнала, да? Как же я говорил, когда ты узнаешь, как ты узнала о том, что вкусно и что невкусно? Ну, кофе, например. Есть кофе, который мне невкусен, а есть, который вкусен. И который невкусен, я его не хочу пить, потому что он невкусен. Ну, как ты узнала, что он вкусный или невкусный? Например, кислый мне кофе не нравится. А я взяла… Как ты узнала? Попробовала. 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 Будь давай, и забыла. Ну, ты же попробовала и запомнила вкус кофе. Да, и если такой вкус кофе попадется, я его просто пить не буду, потому что он мне невкусный. Почему? Потому что ты попробовала вкуснее. Ну, другой, не кислый. И мне не кислый больше нравится. Да, ты попробовала другой кофе вообще. Ну, кислый кофе мог тебе не понравиться, потому что тебе не нравилось момент жизненной ситуации, проблемы, злость, раздражение, катаклизмы какие-то. Мало ли что с тобой происходило в этот момент, когда тебя беспокоил кислый кофе. Да, да, все так. Да, можно находить те факторы, которые были в тот момент, что что-то не нравилось и то, что нравилось. Поэтому не надо находить. Ты пьешь кофе? Тебе прямо сейчас невкусный кофе. Да, я уже заранее говорю, если кислый, мне не надо. И ты его не пьешь. но в другой момент ты можешь тот же самый кофе выпить с другим человеком, с другим настроением, с другим, другая вода, другое молоко, другой сахар, другие люди, другое место. все может поменять. С того момента, когда ты попробовала вкус кофе, кислый. я хочу еще вернуться в тот момент, когда мы с тобой говорили, ну вот, почти только что, о том, что, если я запомнила, каким образом ты обнаруживал мое эго и разоблачал его и уничтожал его, там, или как это говорится, если я это запомнила, я могу делать сама, то я тебе скажу, что это запомнить невозможно, потому что, потому что я даже не знаю, каким образом это произошло, исходя из всего опыта своей жизни и всего остального, как бы, логики, ума, там, еще что-то, то есть это за грани ума, то есть это однозначно, я увидела, что это не запоминается. Единственное, что я могу сделать без тебя, когда тебя нету, когда ты говоришь, что теперь самостоятельно там как-то, не обязательно мне звонить, там, самостоятельно пробую делать и я просто в те моменты, ну, когда это случается, я вижу уже, что это эго и или я просто, если я ничего не вижу и какое-то несоответствие, я возвращаюсь в настоящий момент, просто в настоящий момент здесь и сейчас и каким-то образом оно что-то происходит или не происходит и это проходит, вот это туча, так скажем, на небе, которую я наблюдаю, то есть у меня появилась такая уже, как это, ну, появилась такая возможность, что я могу наблюдать это и скажи, можно ли обнаружив эго наблюдать за тем, что происходит и каким образом освобождаться от эго или все равно нужно, или Бог его знает или как-то там все, все в моменте или когда все равно не получается, то звонок Богу. во-первых, я всегда есть, во-вторых, наблюдать, это быть в моменте, там же не надо наблюдать, там, самое главное, чтобы ты была в моменте, потому что в моменте все распознаемся, оно, как бы, само такое, как, раскрывается, идет раскрытие в моменте. Но оно все равно повторяется, после того, как ты его обнаружишь, оно не повторяется, но когда я это вижу, то оно повторяется, то есть, где-то мой недочет, где-то мой затык, что я не довела до конца, или не увидела, или не распознала, и оно просто улизнуло за какой-то мыслью очередной, и все. Ну, ты же еще, как, якобы, ты этим являешься, тебе жалко убивать саму себя. Это же разрушение самому, тебя надо разрушить себя. Ну, я-то согласна. На слова да, а на действии? Ну, на действии согласна, иду до какого-то момента, пока, ну, вот я с тобой разговариваю, я поняла, что просто какой-то момент меня начинает отвлекать какая-то мысль, и я ведусь на эту мысль, и все, и как бы тот, то уже все, я оставила, и я уже с какой-то мыслью. Потом я могу снова вернуться, но оно уже не настолько ярко, как было до этого, то есть уже типа не настолько актуально. Что не настолько актуально? Ну, когда я разбираю какую-то ситуацию, когда в моменте, вот как ты, как эго, как мы с тобой, например, вместе, ты меня до конца, просто до конца, я говорю, ну, что ты же боишься идти дальше сама, потому что там боль. Ну, ты прикинь, тебе взяли руку, держат, да, и топор берут, отрезают, или ты берешь топор и сама себя отрезаешь? Сама не сможешь. Получается, я завишу от тебя? Нет. Ты зависишь от себя. Ну, если я не прошу у тебя помощи, я не могу сама с этим справиться, то получается, это, своего рода, такая зависимость в поиске свободы. Или что это? Зависимость от себя, что ты сама не можешь справиться. Это зависимость не от меня, а зависимость от себя. потому что ты не сделаешь сама это действие. Ну да, я говорю, я не могу с этим справиться, все. Так это, ну, ты не путай, тебя же, блин, запутали так в голову, что тебе кажется, что у тебя зависимость от меня идет. это зависимость. это я размышляю, я делюсь своими размышлениями. Я тебе и наделюсь тоже. Это зависимость от себя. когда человек зависит от руки, он не отрежет руку. Меня же не беспокоит твоя рука, поэтому я не могу отрезать. так это зависимость от руки, от себя. Ты же признаешь, что эта рука твоя. Обманули, ну, изначально обманывают людей и, блин, так запутривают в голову, что они все-таки соображают по-другому. И тогда ты говоришь, что зависимость от меня. И тогда ты начинаешь уже жалеть себя, что ты не можешь справиться без меня. Да не, не жалеть, злиться. Что жалеть? Я злюсь, думаю, блин, что это я? Не могу. Я же ищу, мне надо этот поезд, я хочу освободиться. Я что-то делаю, и я не могу. Я злюсь, что я не могу. А потому что ты же не знаешь, что ты хочешь. Я знаю, я же тебе уже говорила вчера, что я хочу. Что ты хочешь? Я уже распознала, что я хочу. Вот так ты сказал, что я не знаю, чего я хочу. А я говорю, что я знаю, и что я хочу уже. И что ты хочешь? Тишину. Это же прямо сейчас. В смысле прямо сейчас? Нет, не прямо сейчас. Я просто распознала, что я хочу. Раньше я хотела просветления, но я не знаю, что это такое. Раньше... сейчас прямо. Что-что? Тишина прямо сейчас есть? А, сейчас да. Ну, как бы в общем, что я хочу. Сейчас я ничего не хочу. Сейчас я с тобой разговариваю о том, чтобы прояснить для себя вот эти моменты, о которых я разговариваю. потому что то, что я делаю самостоятельно, я вижу, что это работает, но это работает после того, как мы с тобой пообщаемся. То есть не после того, а еще, конечно, когда это что-то происходит, вот эта тишина, легкость и какие-то, какие-то, ну, какие-то вот эти опыты, ну, не знаю, или опыты, или глюки, не знаю, что-то такое происходит после того, как я делаю, слушаю твой сатсан, я делаю нарезку. Вот там вот что-то такое просто происходит. Вот, само собой, и оно даже не нужно ничего не спрашивать, не отвечать, оно само собой там что-то происходит такое. Само собой что-то добавляется, вырезается, то есть ты каким-то образом там что-то делаешь даже без своего присутствия в тот момент. Ну, только она уже делает. я как Василий не являюсь Василием, а как жизнь, да, а жизнь она делает без самого деятеля. Деятель говорит, что он делает, конечно. Но деятель, когда делает, пусть он скажет, жизнь и деятель. и тогда будет сразу видно, что может деятель сделать. Ничего он не может сделать без жизни. На чем мы остановились? На каком-то коллегах? Ну, уже все, я себя прояснила все те моменты, которые у меня были вопросы, и мне все понятно, я благодарю тебя. Пожалуйста. Спасибо большое. Точно все боюсь. Ну, я тебя научу слышать себя, слышать свое мнение, слышать свою злость. так как Алена меня спросила, но она не до конца поспрашивала меня. Может ли она самостоятельно познавать эго? Да, может. Через то, когда она слышит то, что она говорит, и как она говорит, как ее воспринимает. это учиться разговаривать по-новому в этом мире. Не так говорить, как нас учили когда-то. А нас не учили, нас заставляли. А сейчас надо учиться разговаривать, не надо наших застраданий. Мы будем самостоятельно учиться говорить. разговаривать. Мы будем слышать. И если ты говоришь какие-то слова, то ты слушай, что ты говоришь. И если тебе эти слова не нравятся, то я представляю, как не нравится человеку, которому ты это говоришь. То ты захочешь поменяться. Ты захочешь, как я всегда говорю, говорить те слова, которые вы бы хотели, чтобы вам сказали. Как я запонять? Спасибо.